всем привет давненько у нас ничего не было свеженького от павгана она на самом деле есть это у нас вот такие бивни на 60 вот 762 на 39 это пока что два прототипа вот это это был первый прототип который они сделали как видно здесь металлические зубья с обеих сторон но первый прототип соответственно имел некоторые огрехи после этого сделали второй прототип здесь пока что эти зубья пластиковые но в серии они обещают быть металлическими то есть сейчас это просто для уже финализации именно литьевой формы собственно кто в курсе до этого у павгана были такие магазины по моему под 5 45 они получили на них патент какой-то еще что там было там была какая-то история с концерном калашникова ну я там детали не вдавался а это соответственно новинка под 7 62 на 39 и поскольку у меня есть 136 вепрь мне как раз эта новинка она вполне себе интересно потому что бубен у меня не пристегивается из-за горловина горловина мне кажется вещь достаточно дельная вот такой вариант на 60 вполне себе ок ну и тем более что стоит скорее всего он будет дешевле того же самого бубна он компактнее так далее мы естественно сейчас разберем посмотрим что там внутри ну а пока я бы хотел провести совместно с вами эксперимент собственно пристегиваются ли эти магазины к карабину с горловины не очень удобно это делать на камеру но я попытаюсь держится пристегнут и 2 то же самое пристегнут вот как это смотрится ну похож на сороковку наверное чуть побольше сороковки сейчас принесу сороковку чтобы понять не было как-то выглядит не удержался помимо сороковки взял еще другие павганские магазины которые у меня есть десяточка такая охотничий еще в старом дизайне очень аккуратненько и смешной с ней карабин смотрится двадцаточка с ней на самом деле карабин смотрится ну наиболее скажем так гармонично понятное дело что это не классические черты именно ака но вот практически полностью соответствует длина магазина длине рукоятки но он как-то так ну интересно смотрится арка тоже с двадцаткой смотрится интересно тридцатка это уже новый дизайн в оливе вот такой вот ну и собственно сороковка сороковки павганской у меня нет у меня есть вот такая вот металлическая штатная такой же бивень как шестидесятка но все-таки шестидесятка чуть-чуть чуть-чуть подлиннее чем сороковка но при этом не сказать что глобально то есть в принципе если вы привыкли привыкли стрелять с упора на магазин именно сороковки я не думаю что это будет для вас глобальной проблемой стрелять шестидесятки собственно почему шестидесяткой почему она нужна ну потому что в той же самой там например практической стрельбе существуют упражнения карабинные на по моему 32 или 36 выстрелов я уже давно карабин стрелял забыл и там естественно штандартных тридцаток и даже сороковок может не хватить а шестидесятка это вполне себе такой хороший интересный выбор именно для этого для арок покупают бубны макпуловские на 60 а 7 62 в том числе стреляют с бубнами но теперь вот такая штука будет поудобнее как мне кажется по поводу надежности вариант 545 показал что он достаточно надежен особо затыков ни у кого нету все боялись что как раз при каких-то ударах при переходе из лёжки в стойку и наоборот при ударе об порты такие четырехрядники они могут сбоить но как показала практика они достаточно надежны для того чтобы быть применимыми ну плюс естественно может быть у тактикульцев армейцев и так далее тоже такая вещь будет иметь спрос потому что автоматы под такой калибр они имеют место быть сейчас разберем посмотрим что там внутри решил разобрать черный магазин разборка здесь ничем не отличается от штатного здесь есть вот такая вот площадка которую надо поражать сейчас мы это сделаем после этого сдвигается нижняя площадка у нас освобождается пружина нижний вот этим вот пятаком пружина здесь в отличие от магазинов на 30 она круглая она не прямоугольного сечения у нее есть вот такой концевик ну и что больше всего интересует это нас интересует непосредственно подаватель вот подаватель собственно в чем прикол он раздвижной он раздвигается в две стороны и на него определенным образом складывается четыре патрона таким макаром чтобы они подавались по очереди не мешая друг другу и при этом не проваливаясь при загрузке магазина вот в эти вот слоты отведенные для них вот как это выглядит желтый магазин я разбирать не буду поскольку ребята из павгана сказали что там внутри потроха одинаковый то есть вот эти подаватели они остались без изменений насколько я понимаю я думаю что этого будет достаточно конечно естественно нельзя сравнить надежность магазина в котором есть дополнительные всякие там подвижные моменты в котором при каком-то очень сильном стряхивании или ударе этого магазина здесь может наступить пересортиться и какие-то клины сравнивать это невозможно естественно поэтому все армии мира они пользуются в основном двухрядными магазинами там на 30 35 40 45 зависимости от калибра поэтому четырехрядники они долгое время были скажем так в тени но спорте давно используются четырехрядники в свое время для арок делал шурфайр магазины которые работали исключительно на латунной гильзе любая абсолютно гильза стальная что бпзшная что тульская вне зависимости от покрытия она в них клинила постоянно но павгановские магазины именно для клаша они вполне себе показали то что они рабочие с ними особых проблем нет ребята сказали что это буквально сейчас уже поступит к ним магазин поскольку они вот эту литьевую форму уже согласовали соответственно сейчас уже будет выходить первая партия ссылку на магазин оставлю в описании я думаю на этом все всем спасибо пока а